Амброзия полынно-листная. Североамериканский подарок нашему континенту. В конце 19 века она была завезена в Европу и уже в начале 20-го зафиксирована в Украине. Помимо огромного урона, который этот сорняк наносит сельскому хозяйству, он стал настоящим бедствием для аллергиков, а это около третьей населения. Амброзию пытались косить, вырывать с корнем, облучать инфокрасным светом и вытеснять луговыми травами. Все эти методы оказались малоэффективными и дорогостоящими. На прошлой неделе в Запорожье начали ликвидацию карантинных растений новым методом. Работы выполняют сотрудники коммунального предприятия «Зеленхоз». Сегодня в нашем городе проходит уникальный эксперимент. Амброзию уничтожают при помощи ноу-хау запорожских ученых. Биологического препарата, избирательно воздействующего только на одно растение. Роман Мельник настолько уверен в экологической безопасности своего изобретения, что пришел наблюдать за уничтожением сорняка вместе с сыном Ильей. Изобрели мы органоминеральный препарат, который является прежде всего, я скажу, это немаловажно, удобрением для других растений. Для амброзии он является непосредственно ядом. Он еще диффузинирует и по стеблю, попадая на землю, он дальше питается почву. Даже корень, который до 30 метров прорастает в почву, он тоже отмирает. Только на амброзию. Все остальное остается живое. Все остальное живое. Можете это сами проверить. Купите препарат, проверьте, посмотрите на нашем сайте, зайдите «Амброзия без ЮА». Обязательно, обязательно держите. Спасибо. Подаренный препарат мы испытали в тот же день. Обработанная амброзия действительно начала увядать уже через 15 минут. Так что свою маленькую лепту в борьбу с этим карантинным сорняком в Шевченковском микрорайоне мы внесли. Правда, пришлось израсходовать весь флакон, потому что растения успели изрядно размножиться и выбросить бутоны. Можно обрабатывать растения от 15 сантиметров высотой и до полутора метров. А если до полутора метров, это его все много обрезать? Да, влияет только на расход. Все. Препарата. То есть, когда мы имеем ее маленькую, мы имеем расход литр на 20 метров квадратных. Когда мы имеем ее большую, мы имеем просто больший расход в процентном соотношении. Так что этот карантинный сорняк дешевле убивать, пока он маленький. На следующий год уже будет разработана крупномасштабная программа по борьбе с карантинными растениями. За один день зеленстроевцы планируют уничтожать амброзию на площади 3,5 гектара. Участки, подлежащие обработке препаратом, определили совместно с департаментом ЖКХ Горсовета. Приоритетно выбраны парки, скверы, там, где большая часть скопления людей, по обработке этим препаратом. Так как времени у нас мало, через две недели уже начнется цветение амброзии, поэтому сейчас в быстром порядке обрабатываются этим препаратом карантинные растения. Мы с интересом будем наблюдать за ходом эксперимента и надеяться на его успех, а также на то, что в городской казне найдутся деньги на закупку препарата в достаточном количестве. Ведь для того, чтобы почувствовать на себе все прелести полиноза, аллергику достаточно нескольких растений амброзии возле дома или в ближайшем сквере.